МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты Гомельского областного совета сегодня провели другую сессию. На парадку дня 17 пытанев. От установления по меру 1-го податку до зацветжения новых редакций широку региональных программ. Наши корреспонденты потекавилися принятыми решениями. До початку работы сессии ясше ест час, а тому можно ознайомиться с материалами, які досланы на конкурс сельских советов по выражению пытаня у життезабеспечения населенства. Крыху позднее пераможцы отрымают узнагороду у своих номинациях. По традиции территории поделены узалежности от колькости населенства, я кое на их проживаю. Але задача во усіх одзинае – створить для людей больше комфортные умовы. Кировский сельский совет на Раулянского района гэта усягу каля 600 человек. Але калі их организовать, заробіць можна шмат. Первое место заняли мы, наверное, благодаря тому, что вместе со своим населением мы привели в порядок территории щельского совета. Навели полный порядок на местах гражданских захоронений, воинских захоронений. Естественно, это парковые зоны были облагорожены. Разбиты новые малые архитектурные формы, подкрашены фасады, убраны территории общего пользования, дорожное полотно сюда уходят, привели в порядок. Блок пытаний у разлеженных по час работы сессии – затверждение новых редакций широкого региональных программ. Головная мета – повышение их эффективности. У новой редакции комплексу мероприемства по подтримцам малого и среднего предпринимательства активизация диалогу бизнесу и державы, мониторинг эффективности деятельности предпринимательских структур, формирование пакету базовых послуг, які безвыплатно будуть предоставляться починающим предпринимателям. На этой же сессии примают сурошение об установлении ставок 1-го податку за индивидуальных предпринимательников. Его помер будет залежить от региону и виду деятельности. Обращат его у центра уваги мероприемства по садзейнишении занятости насильництва, утримании автомобильных дорог, демографичной безопасности, адукации и молодежной политики. И еще одно пытание тысячам молодых. Сессия дает сгоду на призначение именных стипендий спортсменам юноцкого, юниорского и молодежного взрослого. С 400 заяв задавольняется каждая четвертая. Конкуренция все литозначная. У минулом годзе спортсмены Гомельской в области выступили вельми поспехово. А тому и претендентов на премию Аблова Конкама оказалось аж мат. Мы традиционно после города Минска занимаем второе место. Среди областей мы первые. Больше 115 медалей гомельские спортсмены привезли с международных стартов. Довольно-таки большая копилка золотых медалей. И поэтому мы неплохо смотримся на уровне всей республики. А если брать непосредственно юниорский возраст и юниоров, то здесь спортсмены Гомельской области занимают первое место по итогам 2017 года. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокампания Гомель. Сегодняшние депутаты Гомельского областного совета приняли удел у акции по посадце лесу. На территории Гомельского лязгаса они высадили новые сосны и берозы на месте древ, которые были вознищены караедом. Этот участок леса в Калининском леснице был высечен в минулом году. Зараз тут будет створена экспериментальная пляцовка, где побачь с традиционной сосной в першине в Гомельском лязгасе будет высадена карельская бероза, за которой отримывается особенно каштонная древнина. Депутатская акция прошла за два дня до официального початка ты дня лесу. По словам депутатов, одновление природных ресурсов – клопот кожного жихара региона. Все лето допомога тем больше важное, что в связи с поздней весной работы необходимо провести в максимально короткие термины. В связи с массовым высыханием появились большие площади под посадку лесных культур. В связи с затяжной зимой и коротким периодом вегетации нам надо посадить большие объемы. Если при среднем по 500 гектар лесу садил, то в этом году в эти сжатые сроки посадить порядка 800 гектар культур. Сегодня Гомель с официальным визитом наведал надзвичайный и полномоцный посол Румынии у Республицы Беларусь Виарел Машану. Первый пункт программы – встреча с керавництвом Гомельского отделения Беларусской гандлево-промысловой палаты и СС Гомель-Ратон. Мета установить больше тесные экономичные взаимоотносины двух краин на региональном узровне. С Гомельщины на экспорт у Румынию идут у переважности черные металы и выробы из них, газы, химичные удобрения и нити. Основу импорту складают механичные прилады и обсталявания, полимеры, шерсть, лековые выробы. Гомельское отделение БелГПП пропоновало гостям подчасть налаживать в связи с средним и малым бизнесом. Для больше продуктивных взносинов проводить узконакерованные тематичные визиты у регионы. Первым кроком до сближения может стать уже селетняя международная выстава «Весна у Гомеля», которая отбудется напроконцы мая. Запрошение на ЕГЭ отримал надзвичайный полномоцный посол Румынии у Республицы Беларусь. Виарел Машану выказался обмахчимости представить на форуме свою краину особной пляцокой. Мы договорились о том, чтобы контакты поддерживать в дальнейшем, выходить напрямую и на них не только через торгово-промышленную палату в Минске и пытаться работать с конкретными предложениями, то есть абстрагироваться от каких-то очень генеральных вещей и идти напрямую на те нужды предприятий в Беларуси и в Румынии, которые существуют. Я надеюсь, что мы сможем достичь конкретных результатов. Древопрацовка, IT-технологии, туризм и ахово-здоровье. Это и на керунке закраняют интересы двух боков. И по выниках встречи в устные домовленности в худшем часе могут перерасти в реализацию новых проектов. Есть что повышиться один у одного. Гомельское областное объединение профсоюзов сегодня подписало новое погоднение с Калужским областным советом профсоюзов. Перелик сферу, у яких профсоюзные организации регионов знайшли кропки сутыкнення, объемны – медицина, ахова працы, санаторно-курортное леченье и оздоровление, молодежная политика и іншые. Усюды головное – зробить працу работников комфортной, безпечной, оборонять их правы, мкнуться, подтримливать и захвачивать. Почас встречи прогучало ожидание наладить больше конкретное супрацовництва на узровне галиновых профсоюзных объединений. Практичное подтверждение заключенное сегодня погоднение. Упрыватности помеж профсоюзными организациями в сферах аховы здоровья, лесной господарки, мудоуництва и промысловости. Але на этом никто не будет спыняться. Перспективных направлений для плённого взаимодействия достатково. У нас, например, для наших членов профсоюза делаются скидки в размере 20%, когда люди едут в нашу санаторию. Значит, мы тоже в ходе работы будем договариваться, вести переговоры. Может быть, такие же проценты будут распространяться для ваших людей в российской стране, а для наших на белорусской земле. Мы рассказали о нашей модернизации, как самого движения профсоюза в нашей области, о том, что мы сейчас большое значение передаем правовой защите наших трудящихся, именно о представлениях и интересах в судах, об охране труда, об тех аудитах, которым предлагаем предприятиям проводить по охране труда на предприятиях. Здесь это заинтересовало наших российских коллег. Республиканский субботник сёлита пройдет 21-го красавика. В этот день керавники и держорганов будут працовать на своей малой родиме. Полова заробленных сродков пойдет на доброе парадкование населенных пунктов, агрогородков, местов боевой славы, а так само детячих лагеров. Другую частку накируют на закупку додаткового медобсталявания для столичной городской клиничной больницы худкой меддопамоги. Резкий сход снежного покрыва и невеликие опадки привели до худкого высыхания леташней травы. Как выник, у широкого районов склалася пожаронебеспечная ситуация. Разом с супрацовниками областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного сяродя у профилактичный рейд выехал Олег Сентюров. Проблема подпаливания сухой рослинности возникает практически что год. В 2016-м, например, на Гомичне было зарегистровано больше 800 сгораний на 320 гектарах. До речи, за каждый гектар пошкодженной территории виноваты, повинен заплатить штрафу по мере 200 базовых величин. Зараз это омаль 5 тысяч рублей. Великие по мере штрафов обумовлены тем, что виноваты у выпаливания рослинности повинен компенсовать всю шкоду, нанесенную новокольному сяродюм. А прочатого до администрационной отказности можно протягнуть навод за разглядение волнища на землях огольного корыстания. Нельзя сказать, что это распосерденная заява, все-таки профилактичная работа приносит установчие выники, но и выключением она так само не заявляется. Миноваты такие факты экологи означают у поселка Чонки Гомельского района. Правда, у выгляда выключения накладывать штраф на этот раз не стали. Пенсионеры, которые спаливали непотребные господарцы дровляные речи, до захования правил безопасности отнесли за все отказностью. Я сначала вырвал траву всю, а потом еще и пролил водой, и поставил ведро воды, чтобы стояло рядом. Вот такие меры предосторожности и безопасности пожарной. Сколькость у сгорания у сухой растленности залежит у тым люку от надворья. Коли у засушливой 2016-й было зарегистровано больше 800 подпалов, то летость клея 170. Статистика за этот год по кольтуке сбирается, але у любым выпадку, шкода на вакольном асяроде уже нанесена. Гибель насекомых яшерокептушек, выкида у поветра в углекислого газа, радиактивных речевых и токсичных взлучений, які утвераются у вынику горения удобрений и ядых кимикатов. И у сего это по вине самих людей. В 95% случаев, как показывает статистика, возгорание в экосистемах происходит по вине человека. Как правило, это может быть по неосторожности, может быть умышленно, специально, по безглаберности, брошен на окурок, оставлен непогашенный костер. Но в итоге мы имеем такие проблемы экологического характера. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня день космонавтыки. Свято установлено с нагоды первого полета человека у космоса, и «Гомель» означает этот день разом с всей планетой, потому что так само связаны с развитием космонавтыки. Про это рассказывает Владимир Ларионов в авторском проекте «Космичные дороги, которые ведут в «Гомель». И он все лет запустил на сайте сетки публичных библиотек циклы артикулов с фотоматериалами из особистого архива про тех, кто так и иначе связаны с «Гомелем» и засвоением космоса. Сегодня у Центральной городской библиотеки имя Герцена, подчас встречи с юными наведовальниками, он показал аутографы знакомитых космонавтов и распавел про «Гомельшан», которые просвятили свое житие в улучшение космоса. Достаточно прийти в наш знаменитый дворец и увидеть портрет Михаила Ивановича Борисенко, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премии. Начинал еще с Сергеем Павловичем Королевым на полигоне Капустин-Яр, то есть стоял у истоков не только советской, но и мировой космонавтики. На первые дни дня космонавтики означалося 80-ти годзе с дня народжения уродженца Гомеля, профессора Анатолия Гареликова, який працавау над системами супраць-ракетной и супраць-космичной обороны. Про его, так само про инших гомельских навыковцев, конструкторов и инженеров, можно доведаться с информационных буклетов, космичными дорогами Гомельщины и с подорожниками в пагонах. Выдание Владимир Ларийонов рыхтавау разом с супрацовниками библиотеки. Хрестный ход до помника Кирилле Туровскому и богослужения у свято-петропавловским кафедральным собором. У Гомеля протягиваются религийные мероприемства Великодного фестиваля. Хрестный ход на Светлой Седмице – добрая традиция. И она потребуется уже 8 годов. Сегодня до помника Туровскому отправились больше 150 священнослужителей. До процесса долучились и прихожане. Все духовенство приходим к памятнику святителю Кириллу, нашему епископу Туровскому, который является златоустом русской земли, нашей Руси святой, чтобы засвидетельствовать еще раз и еще раз то единство, которое проходит через века, от него, от первых веков христианства на Святой Руси до нашего 21 века. Я хочу всех поблагодарить за участие в богослужении, всех поблагодарить за участие в празднике Пасхи. И дай Бог всем крепкого здоровья, мира, любви, счастья и благополучия, чтобы мирное небо было над нашим государством, нашими головами. Счастья всем семьям! Христос воскресе! Нагадаем Кириллу Туровский, святитель, який унес бесценный уклад в культуру и дух одинства всех исходних славян. И он отримал имя златовуст за красомолство и глубину думки. Меостатус епископа написал некольки богословских и философских трактатов, а после смерти был канонизованный. Помненьк белорусскому освятнику открыли на центральной площади Гомеля 14 лет тому. Его наведование уходить у оглядовой экскурсии и адекватные маршруты по Гомеле и в области. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 18 лет в колонии усиленного режима. Гомельский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Мозыря, который год назад ранил ножом трех силовиков при исполнении. Мозырянину было предъявлено обвинение по двум статьям – кража в составе группы лиц и покушение на убийство милиционеров, которые прибыли на его задержание. По материалам дела, рано утром в дом обвиняемого постучали четверо мужчин. Когда началось задержание, в руках у подозреваемого появился нож. Он ранил троих, причем двое попали в реанимацию. По словам сотрудников, перед задержанием они кричали «Стоять, милиция!». Сам фигурант уверял в суде, что принял милиционеров за бандитов и защищал от них семью. Кстати, ранее он уже был судим за разбой и грабеж. Приговор еще не вступил в законную силу и, может быть, обжалован. А вот по делу о получении взяток в ближайшее время только начнется разбирательство в суде Центрального района Гомеля. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по капитальному строительству филиала Гомельские электрические сети РУП Гомель Энерго. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 3,5 тысячи рублей. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, будучи председателем временных конкурсных комиссий по проведению процедур выбора подрядных организаций для проведения строительно-ремонтных работ на объектах филиала, дважды получил в качестве взятки денежные средства от начальника строительного участка одной из компаний. Согласно материалам уголовного дела, таким образом взяткодатель благодарил должностное лицо за приглашение принять участие в проведении процедуры выбора подрядной организации, а также за заключение дополнительных соглашений в интересах коммерческой структуры для того, чтобы увеличить объем работ и, соответственно, поднять цену договора. На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки и дача взятки. В ходе предварительного расследования изучались причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Следственным управлением УСК внесены соответствующее представление в РУП «Гомель Энерго» и филиал. Оба представления рассмотрены в данных организациях с участием следователя. В окончании выпуска оперативная информация от сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Накануне в Гомельском районе при пожаре спасен мужчина. Подразделения МЧС выехали по сообщению о возгорании квартиры в пятиэтажном доме в деревне Песочная Будо. По прибытии к месту вызова из окон квартиры на первом этаже шел дым. Открытого горения помещения не было. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в одной из двухкомнатной квартиры был обнаружен хозяин квартиры 1969 года рождения, инвалид второй группы. Он был эвакуирован, он не пострадал. Как выяснилось, он проживает совместно с супругой, которая на момент возникновения пожара в квартире отсутствовала. Эвакуация жителей дома из соседних квартир многоэтажки не понадобилась. Причина пожара устанавливается. Таков обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В мужском чемпионате Беларуси по гандболу накануне состоялся один поединок в группе А. Гомель на выезде уступил столичному СКА. Матч получился весьма результативным. Команды на двоих набросали 78 голов. Сама же игра завершилась в пользу армейцев. 41-37. В женском чемпионате Беларуси минувший день был более насыщенным. Неожиданностей не случилось. Гомель и Бенту Белас пополнили свои очковые копилки. Менчанки в гостях уверенно взяли верх над Городничанкой. 37-22. Гомель также на выезде разобрался с Витебчанкой. 37-20. В пятницу и субботу команде Тома же Чаттера предстоят два домашних поединка против Городничанки. 13 апреля на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта игра начнется в 19.00. 14 апреля стартовый свисток прозвучит в 13.00. Состоялись матчи очередного тура и в женском баскетбольном чемпионате «Сторичный горизонт» на домашнем паркете в непростом поединке одолел Гродненскую Олимпию 87-80. Чем помог? Цмокам укрепиться на первой строке в турнирной таблице. А вот лидер накануне добыл очередную победу. Поверженным на своем паркете оказался баскетбольный клуб Гомель-Сош. Надо сказать, что наши девчонки провели неплохой матч против грозного соперника. К большому перерыву минчанки выигрывали всего 5 очков 34-29. Не позволили гомельчанке далеко убежать сопернику и в третьей четверти 47-38. Взяли свое минчанки в заключительные 10 минут, когда их преимущество выросло еще на 10 баллов. К финальной серии на табло горели цифры 62-43 в пользу Цмоков. Следующий соперник Гомеля еще одна столичная команда «Горизонт». Игра состоится 14 апреля в Минске. Хоккейный клуб Гомель без боя добыл очки в очередной игровой день турнира развития. Выездной поединок против сборной Беларуси У-20 не состоялся. Молодежка не смогла укомплектовать состав для участия в поединке. В итоге сопернику засчитано техническое поражение. А вот жлобинский «Металлург» неприятно удивил своих болельщиков, уступив в овертайме на выезде «Аутсайдер» турнира команди ПФСО «Динамо-1-2». В таблице турнира развития Гомель находится на первой строке «Металлург» на третьей. Сегодня в Гомеле состоялось первенство области по греко-римской борьбе. Возраст участников 18-20 лет. Сильнейших выявляли в 10 весовых категориях. Первенство области это главный старт для отбора на республиканские соревнования, которые состоятся в Витебске в конце апреля. Победители будут отстаивать честь региона. Вот отобрали команду, просмотрели, кто у нас есть, кто будет бороться за нашу область. Определили команду и будем сейчас готовиться непосредственно уже к первенству республики. В воле и календаре они все сильнейшие смогли принять участие в первенстве Гомельской области. Параллельно проходит чемпионат страны среди вузов, где выступают Евгений Юров и Никита Евросев. С этими спортсменами и связаны главные надежды на предстоящее первенство Беларуси. Сегодня в столице Чехии и Праге начинается молодежное первенство Европы по самбо. В составе белорусской команды на континентальные состязания отправились два воспитанника Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. Это Артем Шестопалов и Роман Ковалев. Завершится первенство Европы по самбо среди молодежи с 16 апреля. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова